Экологичный гардероб это уже как устойчивое выражение, и основной принцип эко-гардероба это заменить большое количество синтетических и дешевых вещей, которые практически не разлагаются и наносят вред флоре и фауне, на меньшее количество, но более качественных вещей из эко-материалов типа хлопка, следить за ними таким образом, чтобы эти вещи как можно дольше прослужили. Вот главное правило этого гардероба, и в принципе этой информации более чем достаточно, если вы понимаете, о чем идет речь. Чтобы покупать качественные вещи, в первую очередь их нужно производить. Качественную вещь жалко выбросить, из-за ней хочется ухаживать, качественные вещи, которые потеряли какую-либо ценность для своего хозяина, но при этом не растеряли своих каких-то положительных моментов, могут пригодиться кому-то другому. Таким образом, ненужная хозяину вещь может найти нового через аренду или секонд-хенд. Всем привет, с вами Юля, я создатель бренда Julli F, и сегодня мы с вами будем разбираться в экологичности нашей одежды. Достаточно ли покупать вещи из натуральных материалов, чтобы не вредить нашей планете? Также напоминаю, что вы всегда можете поддержать меня и мой канал любым, абсолютно любым донатом по QR-коду на вашем экране, либо по ссылке в описании на Boosty. Все мы с вами простые и обычные люди, покупатели, часто негодуем во время шопинга. Что за качество пошива? У меня от этой синтетики кровь из глаз. Эта одежда уже в катышках, как такую покупать одежду? Ну, как будто бы мы с вами в каком-то безысходном положении, мол, как можно одеваться качественно, когда нам впаривают откровенный хлам? А что, если я вам скажу, что в этом всем виноваты мы сами? Не конкретно вы, Мария, или вы, Светлана, а все мы, кто на этой планете покупает одежду. Ведь, если задуматься, магазины одежды существуют не для того, чтобы окутать всю планету в синтетику. Они работают для того, чтобы зарабатывать. И если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то покупает такую дрянь? Значит, неразборчивых людей гораздо больше на нашей планете. Быстрая мода сделала брендовую одежду доступной для всех. Такая одежда дешево стоит и быстро теряет свой внешний вид уже через несколько недель активного использования. Никто не будет думать о футболке или о других предметах одежды, которая стоит, как хорошая чашка кофе в заведении. Как только на футболке появляются дефекты, она будет тут же выброшена на помойку. Суммарно каждый год на свалках оказывается примерно 50 миллионов тонн одежды и всего лишь 15% подвергается переработке или попадает в секонд-хенды. Каждую секунду эквивалент одного мусоровоза из текстиля попадает на свалку отходов или сжигается. Производство одежды генерирует примерно 10% мировых выбросов углекислого газа. Для производства одной обычной футболки нужно примерно 700 галлонов воды. Это почти 2650 литров. Такое количество воды потребляет один человек за 2,5 года своей жизни. В целом промышленность использует 1,3 триллиона галлонов воды в год только для окрашивания тканей. А это не только из расходования воды, но и ее загрязнение. Эта же футболка требует 0,01 килограмма углекислого газа только для окрашивания. Выбросы углекислого газа резко возрастают при производстве сложных вещей из плотных материалов, которые требуют более интенсивной и глубокой окраски. Чем сложнее вещь, тем больше ресурсов необходимо затратить на ее производство. Всего один пиджак может быть сопоставим с сотней футболок, особенно если он делается с использованием замша или вискозы. Перепроизводство дорого обходится не только владельцам брендов, но и окружающей среде. Основной причиной появления перепроизводства является риск нехватки товаров для удовлетворения клиентского спроса. Разочарование покупателей и потеря выручки подстегивают бренды производить больше продукции. Только под давлением внешних сил бренды начали менять привычные схемы работы и заниматься вопросами окружающей среды. Но бренды всегда будут идти на поводу у покупателей, поэтому источником перемен в ритейле должны стать все покупатели. Каждый человек должен чувствовать ответственность перед остальными за урон окружающей среде, который наносит его халатное отношение к купленным товарам. Бренды всего лишь решают вопрос осознанного потребления для покупателя. Так что же нам делать? В первую очередь научиться разбираться в материалах и не слепо верить брендам эко 100%. Не стоит покупать вещь просто потому, что она эко. Люди стали сходить с ума по эко-моде, эко-брендам и забивать свой шкаф органическими футболками или рубашками из переработанного материала. Такое поведение вообще не имеет ничего общего с осознанным потреблением. Защитники прав животных не покупают одежду из натуральных тканей и меха и отдают предпочтение эко-коже и искусственному меху. Но так ли экологичны эти материалы для нашей планеты? Ну, конечно же, нет. Эко-мех относится к синтетическим материалам, а они экологичностью не отличаются. Эко-кожа делится на два вида. ПУ-кожа и ПВХ-кожа. В основе ПУ-кожи – обычная кожа и хлопок, сдобренные нефтепродуктами. При производстве ПВХ-кожи не используются материалы животного происхождения, но в ее основе нефтепродукты. Побочным продуктом ПВХ-кожи оказываются диоксины – одно из наиболее ядовитых химических соединений в мире. Они способны накапливаться в организме человека, подавлять иммунитет, провоцировать различные заболевания. Изделия из эко-кожи разлагаются так же долго, как и другие вещи с содержанием пластика. Но, помимо этого, эко-кожа еще и выделяет вталевую кислоту. Вталаты проникают в почву и грунтовые воды, а затем попадают в пищевую цепь. Кислота ослабляет действие тестостерона и может привести к самым разным заболеваниям эндокринной системы. Итак, какие ткани мы считаем экологичными? Натуральные. Хлопок, лен, шерсть, шелк. Сюда можно еще отнести вискозу. Эти ткани действительно максимально благоприятны телу человека, но так ли они экологичны для нашей планеты? В действительности ли мы помогаем нашей планете, покупая вещи из натуральных материалов? Давайте разбираться. Хлопок. Самым распространенным и удобным материалом можно считать хлопок. Из него производят 40% одежды по всему миру. Он мягкий, дышащий, легкий в уходе и к тому же гипоаллергенный, поэтому подходит людям с чувствительной кожей. Однако, химическая обработка хлопка начинается еще с его зачатков. Представьте, сколько насаждений нужно, чтобы одеть весь мир. Производитель не допустит, чтобы урожай не удался или его попортили вредители. Так, уже на полях хлопок сдабривают большим количеством пестицидов и удобрений. Сам же хлопок нужно поливать в течение 200 дней, на что уходит огромное количество воды. Из-за таких объемов жидкости почвы засаливаются и становятся менее плодородными. В своем видео про одежду будущего я рассказывала про вред хлопка. Про то, что выращивание хлопка виновно в исчезновении Аральского моря. На территории Великих равнин в США запасы водного пласта находятся на грани истощения, а в некоторых скважинах вода уже закончилась. И все это из-за хлопка. Перед сбором урожая, когда коробочки хлопка почти раскрыты, фермеры обрабатывают его. А когда растение попадает на завод, его подкармливают еще больше, например, размягчителями или отбеливателями, которые токсичны для человека. Лен выращивают без пестицидов и гербицидов, что уже хорошо. Он останавливает развитие бактерий, вызывающих неприятный запах пота, сводит к минимуму риск образования кожных заболеваний, спровоцированных повышенным потоотделением. Иногда лен обрабатывают формальдегидом и искусственной смолой. Эти вещества используют для того, чтобы на выходе ткани так сильная мялость. Почему это плохо? Присутствие в одежде формальдегида и искусственной смолы может отразиться на вашем здоровье. Формальдегид постепенно вымывается из вещей, уже после первой стирки его концентрация снижается. Но у некоторых людей даже незначительное содержание формальдегида может вызывать аллергию и как следствие проблемы с кожей. Помимо этого вопрос о негативном влиянии в долгосрочной перспективе остается открытым. Доказано, что при длительном интенсивном воздействии он повышает риск возникновения рака. Если засомневались в целесообразности льняной одежды в вашем гардеробе, обратите внимание на ее этикетку. Фраза «не требует глажки» кричит нам о том, что ткань удобрена химикатами. Казалось бы, самой безобидной тканью можно считать шерсть. Она не требует серьезной химической обработки животных. Это могут быть овцы, козы, альпаки, ламы, с которых и берется сырье. Структура их волос отличается высокой плотностью и мягкостью. Но, как известно, выращивание любого скота в промышленных масштабах приводит к росту парниковых газов. Из-за естественных жизненных процессов животных, например, кишечной ферментации, в атмосферу выделяется метан, а некоторые отходы, содержащие фосфор, сбрасываются в водоемы, что само собой является загрязнением окружающей среды. На некоторых фермах по производству шерсти с животными обращаются жестоко. В спешке сбривают кожу, хвосты или уши. О причинах и выгоде такого отношения можно только догадываться. Даже производство шелка не может обойтись без радикальных мер. Оно меньше остальных влияет на окружающую среду, однако в самом процессе страдают шелкопряды. Конечно, есть способ добыть сырье без жестокости. Просто выкрутить его из коконной личинки после того, как она превратится в мотылька. Но, несмотря на это, некоторые производители идут на крайности, лишь бы получить самый качественный материал. Например, варят коконы шелкопряда, чтобы убить самих насекомых внутри, так якобы шелк не будет поврежден. Вискозное волокно состоит из натуральной целлюлозы. Основой ткани может быть практически любое дерево. Из-за этого характеристики вискозных тканей и их экологичность сильно разнятся. По своим свойствам вискоза быстро изнашивается. Ее производство может стать причиной незаконной вырубки, поэтому к покупке конкретной вещи из вискозы нужно подходить индивидуально. Чтобы получить ткань, которая нам знакома, целлюлозу купают в кислотных ваннах. Химические отходы производства порой сливаются в водоемы. Также для того, чтобы удалить химию из материала, требуется немалое количество воды. Наши моря и океаны очень сильно засоряются тканевыми волокнами различного происхождения. Как ткани попадают в океаны? Оказывается, во время одной машинной стирки от вещей отделяется до 10 миллионов тканевых волокон. По канализационным трубам они попадают в реки, в зера, а дальше в воды морей и океанов. И вы спросите, так что, Юля, голой ходить что ли? Согласна, начала за здравие. В общем, я как-то уже мимолетно говорила вам о второй жизни для вещи, о покупках в секонд-хенде и приобретениях винтажа. Вторая жизнь, апсайклинг, в некоторой степени раскрывает в человеке его творческий потенциал. Если вам близка подобная тема, вы можете посмотреть одно из моих видео по ссылке в описании. Также я там на своем примере показываю, как из старых джинсов делаю корсет. Как же быть с покупками новой одежды, если натуральные ткани настолько вредят земной экосистеме? Ну, человечество не стоит на месте и давно уже разрабатываются ткани из альтернативных материалов. В своем видео «Одежда будущего» я подробно рассказывала о коже из яблок, грибов, о шелке из дрожжей, из лепестков роз и даже, и даже об одежде из воздуха. Обязательно посмотрите это видео, ссылка в описании. Так вот, кроме перечисленного в том видео, существует другое, огромное количество этих разных альтернатив. И некоторые из них считаются самыми, что ни на есть, экологичными. Экологичнее просто нет. Пока нет. Рами. Ткань из азиатского вида крапивы. Долго прослужит, не обрабатывается химикатами, так как рами устойчива к вредителям. Рассадка растения рами способна избавить почву от эрозии, а также рами обладает антибактериальными свойствами и предотвращает размножение различных нежелательных микроорганизмов и грибков. Соя. За границей сою уже давно называют зеленым волокном нового века. Она долго не изнашивается, плантации сои легко возобновляются, и сои выходит полностью биразлагаемая ткань, и она обладает антибактериальными свойствами. Конопля. Техническая конопля делится на два вида, хемпа и пенька. Оба они экологичны и обладают множеством одинаковых преимуществ. Конопля долго не изнашивается. Прочная. В процессе носки не деформируется, а при стирке на 90 градусов не портится. Блокирует развитие болезнетворных микробов, что благотворно влияет на здоровье человека. Техническая конопля – это практически безысходный продукт. Она способствует повышению плодородия почвы и, соответственно, урожайности сельхозкультур. Практически не требует воды и практически не требует пестицидов. Пенька. Имеет все те же плюсы, что и хемпа, но пара отличий делает ее еще более экологичной. Вовсе не требует обработки пестицидами, что большой плюс для почвы и вод. Отсутствие пестицидов в обработке также может продлить срок службы вещи, поскольку в ней гарантированно не заведутся насекомые. Короче, как быть не голым и не вредить нашей планете. Этикетка может рассказать немного, но зачастую она становится единственным индикатором экологичности. Там обязательно будет названа ткань. В чистом виде они встречаются редко, чаще всего они образуют такие миксы. Экологичность вещи будет зависеть от влияния на окружающую среду всех компонентов. Отдавайте свое предпочтение текстильным экофаворитам. И это уже будет большой шаг в правильную сторону с вашей стороны, но можно пойти еще дальше. На этикетке помимо названия тканей могут быть и другие слова. Если вы увидите, не требует глажки, то материал прошел обработку формальдегидами и смолами. Такая одежда может негативно отразиться на вашем здоровье. Также вещи, обработанные антибактериальными химикатами или концентрированным едким натром. Бывает так, что ткань отбеливают. Все мы видели затертые джинсы, есть несколько терминов, которые предупреждают нас об этом. Личт. Говорит о том, что ткань отбеливали хлором. В ходе этого процесса используется огромное количество воды и выделяются токсичные побочные продукты, которые попадают в окружающую среду. Юст. Ткань обработана песком. У людей, которые работают на таких заводах, появляются серьезные проблемы с легкими. Есть и хорошие слова, альтернатива для неэкологичных технологий. Стоунвошт. Используют вполне безопасную пемзу. И вот уж. Процесс отбеливания с помощью лазера. Индустрия мода на сегодняшний день оставляет желать лучшего, но в наших руках это изменить. Мы можем поменять правила игры, отказаться от неэкологичных вещей и брендов. Компании просто не смогут закрыть на это глаза. Им придется взять курс на устойчивое развитие. У них просто не будет другого выбора. Либо банкротство, либо прислушиваться к желаниям покупателей. Многие считают, что одной своей маленькой покупочкой ничего не поменяют в этом мире. Мол, мир не рухнет от покупки новой футболки. Ну и отчасти это правда. Но как же выражение «с миру по нитке» в контексте нашего видео? Копейка рубль бережет. Эта футболка, эта мелочь, помноженная на население нашей планеты, приобретает огромное значение. А сейчас я вам расскажу о некоторых экологичных и этичных брендах, о которых вы должны знать. Этот бренд – пляжная одежда и купальников, рожденный и выращенный под австралийским солнцем. Бренд заботится об окружающей среде, поэтому разработал собственный инновационный материал. Быстросохнущую легкую трикотажную ткань для купальников. Также лейбл городится низким уровнем выбросов углекислого газа в атмосферу. Все заказы доставляются в биоразлагаемых сумках, а для бирок используется на 100% переработанная бумага. Украина – это бренд сумок и аксессуаров из водонепроницаемой бумаги, основанной двумя украинками. Марка придерживается концепции sustainable living – разумного и осмысленного потребления. Она также помогает людям уменьшить использование пластика и идти по пути устойчивого развития. Чтобы снизить потребление в индустрии моды, бренд создает сумки и аксессуары, которые остаются актуальными независимо от трендов и сезона. Основатели влюблены в несовершенство и ценят настоящее, поэтому для производства используют экологичный материал, сертифицированную водонепроницаемую бумагу. Это прочная и надежная веганская ткань, ее можно мыть и использовать много раз. Она на 100% безопасна и может быть повторно переработана. Бите – Швеция и Англия. Название бренда расшифровывается как By Independent Thinkers for Environmental Progress. Марка была основана группой единомышленников из Стокгольма и Лондона, которые хотели создавать экологичную одежду безупречного качества и дизайна. Бита выпустили уже 5 коллекций одежды в духе Старого Селин. Каждый предмет из этой коллекции сделан вручную из экологичных тканей. 95% используемых материалов органические либо переработанные, а на сайте марки есть подробное описание каждого из них. Есть еще другие классные бренды, но предлагаю у них сделать отдельное видео. Если вам интересно, напишите в комментариях. Вот так. Оказывается, хлопковый гардероб не есть экологичный гардероб, и даже лен порой бывает опасным. Искренне надеюсь на то, что это видео вдохновит вас на более тщательное изучение состава покупаемой вами одежды. Вывод, который сделала лично я, это то, что нужно интересоваться новыми технологиями, постоянно мониторить интернет и читать новости на эту тематику, и поддерживать экологичные и этичные бренды. Да, такие вещи не из дешевых, но это только пока. До тех пор, пока фокус покупателей будет направлен на быструю моду, разработка тканей из альтернативных материалов не подешевеет. Если вы хотите внести свою лепту, но не располагаете финансами, вы всегда можете покупать одежду у локальных брендов, пока они еще небольшие. Их подход к работе экологичен, а для закупки покупается лучшая ткань. Пишите в комментариях, согласны ли вы со мной. Желаю всем прекрасного настроения и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok